Строительство новой котельной – процесс важный, непростой. Показывая нашей съемочной группе план расположения котлов и энергосистем объекта по улице Инженерной, заместитель директора Брестского котельного хозяйства Петр Усиков не раз отмечал – эта стройка важна для города. Ее появление обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойного теплоснабжения нового квартала застройки по улице лейтенанта Рябцева. Кроме того, подключены к системе будут и несколько других районов. Планируется к установке три твердотопливных котла 4 мегаватта мощностью каждого. Суммарная мощность – 12 мегаватт. К теплоснабжению планируется как существующие потребители, это район Граевка, также новый район по лейтенанту Рябцеву. Помимо этого, эта котельная заберет нагрузку котельной по улице Второй проходной. Суперкомпьютер – именно так иногда между собой сотрудники котельного хозяйства называют новый объект. На основе поступающих в компьютер данных он будет регулировать теплоподачу. Для обслуживания комплекса, который будет отапливать в сутки сотни квадратных метров жилья, смену необходимо всего два специалиста. Плюс котельная эргономичная и энергоэффективная. Работать она будет на местных видах топлива. Буквально на днях на строительной площадке по улице Инженерной закипела работа. Началась установка первых приобретенных машин. Современные котлы белорусского производства гомельского завода «Комконт» с повышенными экологическими требованиями, механической топливоподачей и автоматической системой управления. К слову, стоимость такого объекта – более 4,5 миллионов долларов. Запустить функциональную сеть котельную специалисты должны уже в середине лета текущего года. Пока же обслуживание ведется на имеющихся ресурсах. На планте нашего предприятия находится 27 котельных. Из них две используются в качестве топлива сугубо местные виды. Одна котельная у нас аварийная, она использует жидкие виды топлива, она используется для устранения каких-то аварийных ситуаций на системах теплоснабжения. И 22 котельных на газовом топливе. Ежегодно в весенне-летний период, когда топительная система задействована не так активно, проходит ее плановый контроль и проверка. Именно тогда формируются планы по реконструкции и модернизации, в зависимости от степени износа и потребностей. Это позволяет минимизировать риски в зимний сезон, когда весь город активно пользуется тепловыми ресурсами, чтобы, когда было нужно, тепло пришло в каждый дом.